Не все из тех, которые подключились к нам из этой многочисленной аудитории радиослушателей подозревают о том, что мы уже с тобой ведём беседу битый час фактически. Мы должны разогреться каким-то образом, особенно когда на дворе минус 9 градусов по Цельсию. А по Фаренгейту это... О, Black Label, значит где-то 3 градуса по Фаренгейту. Да, Паша, я должен сделать заявление официальное. Так. И это официальнейшее заявление. Значит, я эту бурду не пью никогда. Ну понятно. Это для меня просто... Это оскорбление для меня, вот как для... Какой-нибудь Арберг за 92 доллара бутылка. Я не знаю, вот о чём вы сейчас говорите, но я не позволяю себе вот пить... Как это называется? Джонни Уолкер, да? Black Label. Некоторые люди считают, что это хороший напиток. Ну, это ошибка. Я считаю, что это издевательство над здравым смыслом. И даже тот, который Blue Label за 300 там с чем-то или 500 тысяч долларов... Или Golden Label, да. Не надо, не надо. Выпейте лучше... Вот не берите с меня пример, а выпейте лучше Single Malt. Да. Нормальный напиток какой-нибудь? Какой-нибудь Glen Fiddy. Glen Fiddy. Ну, Glen Fiddy же для меня жестковат, если честно сказать. И я предпочитаю Glen Livet. Такой, когда это народные гуляния. Да. Ну, Макалан очень хороший. Абан, да. И Glen Marange, да. Glen Marange хороший. И масса... Но масса есть маленьких винокурин в этой прекрасной стране вереска и шотландских поэтов. И шотландских юбок мужских. Да. Маленьких винокурин, которых никто не знает, но там делают прекрасные напитки. Иногда поражает то, что доллара за 18 можно купить какое-то чудо натуральное. Серьезно. Абсолютно. Ты знаешь, я как квасной патриот Бруклина, и моя фуражка сегодня не случайно надета. Скажу тебе, что и в Бруклине молодые люди, которые оставались без работы лет 10-15 назад, даткомеры полетели вверх тормашками или вниз тормашками и так далее, открывали небольшие вот такие вот участки, где они все это делали здесь. И это просто, я не знаю, какой-нибудь very small batch. Другими словами, 16 бочонков произведут в год, и на том спасибо. И я пробовал эти местные бруклинские вискари, и они были не очень плохие. Ну, понятно, Шотландия в этом смысле немножко впереди Бруклина, за что и большое спасибо. Я лет 15-20 назад буквально ничего не сочти за сенобизм, кроме питы. То есть, как это по-русски я не скажу, но такие вот с привкусом торфяным, что ли. Разные напитки пил. Боюсь сейчас запороть название, но хотел бы вернуться к этому. Лаговулин какой-нибудь. Да, да, да. Я как-то был на партии, это было в Морган Лайбери, и там такая тусовка была приличная. В какой-то момент я напился до чертиков, и выкрикнул в зал, меня не волнует. Это как бы Park Avenue Crowd, и они там резвятся. Это каких-то песочник. И как бы знакомились, говорят, да, вот мы текстиль, а мы, говорят, дерево, а мы алюминий и так далее. То есть, даже не нужно называть имя, а просто сказать алюминий, и уже все знают, кто ты. И вот в какой-то момент я набрался этого дармового лаговулина, или что там, как бы его пьешь, и уже не нужно закусывать орешками, поскольку они как бы уже, орешки там, включены в вкусовые составляющие. И я выкрикнул в этот зал, полный миллионеров и миллиардеров. А мне, я сказал, глубоко плевать, ну я иначе сказал, на чужие деньги. То есть, я сказал, I don't give a shit on that? Да, I don't give a money. И тогда меня проводили, там такие мраморные лестницы в этой библиотеке, каких-то двое ребят, приличные на вид ребята, но такие мускулистые, проводили меня вниз по этой лестнице и помогли взять такси. Ты видишь, Паша, внешность обманчивая. Вроде приличные на вид молодые люди оказались полными хамами. Полными вышибалами. Полными вышибалами, да, это да. Я что-то хотел рассказать. А, вот, нет, я не рассказать хотел. Я хотел сказать вот что. Да, подожди, подожди. Фирс, я тебя жду. Я пью такилу, потому что мне недавно ребята, я был в гостях у ребят здесь, наши псыдые, они мне сказали, мы пили сначала вино, потом такилу, и когда они мне сказали, что вино пусть... Такила пусть вино... Вернее, вино пусть такила нормально. Я вот сегодня пил вино с приятельницей в греческом ресторане, и сейчас пришел домой, и перед нашим подкастом решил немного налить такилы. Я подумал, если такила и вино смешиваются, неважно, какой последовательность, я могу начать с вина, и потом полировать такилой, я могу начать с такилой, и потом полировать вино. Главное не идти не на понижение градуса, и не на повышение градуса, а главное не оставаться на этом градусе. Главное не топтаться на месте. Да. Это топтание на месте не для нас. Да. Особенно под Новый год. Друзья, мы, наверное, забыли вам сообщить до этого тоста, что вы слушаете подкаст не всегда трезвых, но практически безотрывно нежных осьминогов. Тендер Актопа – это Борис Кургин. Многосторонняя личность. И Павел Олимберский. Павел Олимберский – просто личность, человек без паспорта. Человек без паспорта. Павел Олимберский – человек без паспорта, но по совместительству писатель. Ну, какой писатель? Водостоевский – это был писатель. Он и евреев не любил, и женщин. И поляков. Он не любил никого, кроме православной церкви и литературы. И вот за это мы ему ставим памятники. А я бы за это ему не памятники ставил. Я бы за это ему поставил... Я бы ему бороду обриваю. Я знаю, что нас слушают женщины, я не могу сказать, что бы я ему за это поставил. Ну, давай тогда выпьем, Паш. Чирс. Да, чирс. Житие мое. Житие мое. Ты знаешь, на безрыбье. И black label рыба. Рыба. Я рыба, я рыба. Я не понимаю одного. Но мы, коммунисты, допустим, мы можем как беспартийные пьют. Это вот я не знаю. Ты знаешь, в Америке коммунисты и беспартийные – это примерно одна и та же группа людей. Да? Потому что я настолько радикализированный, и я хотел сказать, ратифицированный, но это неправда, радикализированный, что здесь коммунисты, социалисты, беспартийные – это все равно эти гребаные демократы. Все радикалы, я понимаю, да. Все радикалы. Как в одном из моих рассказов было написано, там в туалете постоянно в корпорации возникала надпись, граффити на стене туалета, которую вечно замазывали, и она появлялась вновь и вновь. И там было написано «Смерть капитализму». И главный герой рассуждает. Вот-вот, говорит, в туалете все мы радикалы. Да. Не ради чего-нибудь, а именно радикалы. Ты знаешь, Паш, я должен как бы подхватить вот этот факел. Слово «факел» звучит двусмысленно, кстати говоря. По-английски как раз один смысл. Вообще не звучит. Но я хочу подхватить вот этот факел и сказать о том, чему посвящен подкаст номер девять. Вот интересно. Значит, во-первых, это «Тендер Актопай». Да. Ни у кого даже сомнения не возникло. Это не подделка, это «Оригинал». «Оригинал Тендер Актопай». Потому что в последнее время уже… Номер новое. Да, очень много народа начало косить под нас. Ты знаешь это, что нас… Я знаю. Китайцы, корейцы… Китайцы и корейцы начали под нас носить еще до возникновения передачи. Да, да. Пусть априорно косили. Да, да, да. То есть есть китайские подделки. Если вы увидите двух китайцев, которые вот так вот… Размахивают руками. Это нет, это не «Тендер Актопай». Один не бризый, а другой в очках. Да, да. Оба в очках, кстати. Оба в очках. Это не мы, это китайцы. Да. Значит, это не оригинальный. А вот мы оригинальный подкаст. Значит, мы о чем будем говорить сегодня? Первое. Ну, мы как два известных политолога, самых известных. Будем говорить о визите Зеленского. В Америке. О речи его в Конгрессе. Да, да, да. Два. Мы будем говорить о праздниках, которые мы имеем возможность сейчас наблюдать и отмечать. Да. Кто-то наблюдает, кто-то отмечает. И наш гость Павел Олимберский зачитает отрывки из своих произведений. Вот, я думаю, такая агенда у нас на сегодняшний день. Правильно? Да. Агенда хорошая, если есть такое слово по-русски. Я зачитаю, как отмечали Новый год молодые люди в 1976 году из моего романа «Впятьсот веселом эшелоне». Я знаю, что многие наши слушатели родились после 1976 года, но не намного после 1976 года. И тем не менее, кто родился в 1976 или после, интересно, как уже люди, созрев, наверное, отмечали Новый год в 1976 году. Это как бы социальная составляющая. Именно половую зрелость или как бы возможность голосовать? Возможность голосовать, садиться за руль автомобиля, идти с женщиной в кино. Да. Кстати, Паша, я хотел у тебя спросить, как ты познакомился вот с этим напитком, со скотчем или с виски? Я не могу вспомнить, когда это произошло, но он, безусловно, стал одним из моих излюбленных. И, конечно, с моим отцом, человеком более традиционных ценностей. Ему 94 недавно исполнилось. Мы с ним часто проводим время вместе. Лучше со мной, чем с какой-нибудь посторонней женщиной из бывшей Союзной Республики, как это иногда бывает. Я постоянно наливаю себе водочку, а я, конечно же, виски. Откуда это появилось в моем ассортименте питьевом? Я не знаю. Сколько я себя помню в Америке, я пил виски. В Америке ты пил виски. А я вот, в отличие от тебя, совершенно четко помню. Да. В моей жизни случилось два события, которые привели меня вот к этому напитку. Первое событие не привело, но отложило отпечаток в моей уже изношенной голове к тому времени. К тому времени уже немножко изношенная была? Изношенная была, да. Да, плечи уже поизносили. Я помню твои молодые фотографии. У тебя были волосы до плеч? У меня они сейчас есть, просто их не видно. Они как-то... Ничего не изменилось. Они предстоились до срока? Или как? Они предстоялись на время. Засадный полк во время вот этой известной Куликовской битвы сидят в кустах. Но в нужное время они, когда они чуют, как бы... Сидят в кустах и по волосам не плачут. Абсолютно, да. Да, так вот. Первое знакомство с этим напитком, вернее, первый интерес у меня возник после того, что я посмотрел тут, в Америке. Я посмотрел программу на паблик-телевизион, PBS Station. Да. О, Шотландия. Нельзя сказать, что она была посвящена вот виске. Она была просто посвящена Шотландии. Да. И там был эпизод такой, который мне... Из всей программы мне запомнился вот этот эпизод. То есть туман, как бы мрачность пейзажа и некая такая лаконичность жизни. А вот этот эпизод я помню просто в деталях. Пастух такой, который, значит, разводил овец. У него огромное стадо. Он разводил овец на бабки или на руно? Он их... На деньги, конечно, да. Он обещал им такую безбедную жизнь. Возвращение на шкуру и шерсть. Вот, и они велись. Возвращение на шкуру, на шерсть и на мясо. И они повелись. И они велись, заячек. Ну, они же бараны на самом деле. Овца, знаешь, как это просто... Овца – это тот же баран. Овца – это просто такое политкорректное название. Баран. Баран. Вот. И зачем я сказал вод? Я могу без вод, без этих водных? Паша, как бы штрафуй меня рублём сразу. Я говорю, вот ты сразу раз, там, два рубля. Два рубля. Одной монетой, да. Так, глядишь, мы разбогатеем. Вот. За счёт друг друга. Вот, смотри, вот, уже четыре. Этот пастух. Так. Этот пастух. Погонял своё стадо и... И ему помогали абсолютно безумно умные собаки. Шотландские овчарки. Просто, ну, собаки умнее меня, реально. Понимаешь? Я как бы... Я понимаю, что я там не самый тупой человек на этой земле, но по сравнению с этими... Но собак ты бы проиграл. Нет, вообще, я бы не смог никогда в жизни делать даже одной десятой того, что... Я слышал, они прекрасные шахматисты и знают стихи о Роберта Бернса. Шахматы нет, они в преферанс хорошо, шахматы нет. И читают Роберта Бернса наизусть просто... Это да, это да. Как другой говорили, они читают... Шотландские писатели. Да. И сюжет закончился тем, что этот мужчина в возрасте пригласил съёмочную группу к себе в дом. Но мало того, он их ещё и затянул в подвал. И в подвале у него огромные бочки вот с этим напитком. Что случилось дальше, меня поразило. Он открыл кран, набрал стаканчик вот такой... Да. Сделал глоток, прополоскал рот, подержал во рту, проглотил и сказал, ну, пожалуй, созрело. У него ведущий программы спрашивает, сколько лет вы выдерживаете. Он говорит, я не помню, но то, что больше 30, это точно. Ну, мне стало интересно, но у меня было предубеждение против цветных напитков ещё со времён вот моей молодости. Печень подсказывала, что лучше не надо. Водка, да. А всё остальное, то, что имеет цвет, нет. И вот как-то я попал в гости к твоему земляку. Я работал программистом, и у меня был коллега такой. Звали его Олег Татинский. Очень весёлый такой парень. Типичная диссия. Типичная диссия. Я знаю этот тип людей. Да, ты знаешь. Такой прохиндей, скажем так. Да, но весёлый такой парень. И он пил виски. Причём вот этот, Black Label. Я отказывался от виски. Он говорит, слушай, отставь водку в сторону. Вот это, и ты поймёшь завтра, на следующий день, что это хорошо. И я так и понял. И вот с того, ты понимаешь, я чётко знаю, с какого момента я ушёл от водки, как крепкого носителя, к этому разбитному одессизу. Да, да, я помню. И вот я всех агитирую за то, чтобы или вообще не пить, или если вы решили таки ударить по банке, как говорил мой покойный тесть, вот это банка, ударяйте по ней. Это банка. Мне вдруг, это интереснейшая история, мне вдруг, я не помню, когда я передкинулся, но я особенно не пил водку никогда. Мне почему-то... Я тоже, максимум литр-два, всё-всё, больше нет, никогда. На первом курсе института холодильного в Одессе как-то, когда я вдруг начал немного пить больше, чем обычно, мне сказали, хорошие мальчики так не делают. Не делают. Из приличных семей. Я не знаю, что делают хорошие мальчики, до сих пор не выяснил. Но я как-то намотал на ус. Я, кроме того, вспомнил, что когда я говорил лаговулин совсем недавно, а именно 6 минут назад, я имел в виду лапшой на самом деле. Вот это питит виски, и это именно то самое. И 12 лет, 16 лет, 18 лет. И это именно то, что как бы непонятно, почему, пригубив три глотка, у тебя изо рта не идёт дым, потому что ощущение дыма, когда ты это пьёшь, достаточно отчётливое происходит. Это хорошо. Очень хорошо чувствуешь себя драконом. А так, чтобы завершить эту спонтанную тему. Абурбон? Тоже пил постоянно, да. Кто-то мне сказал, что Иосиф Бродский покойный на билеат. Определённый тип, по-моему, это был буллет какой-то или что-то. Есть такой, очень хороший. Он хороший, да, но он как бы доступный, немножко пролетарский. Я такой пил. Я много всего пил. Бейзл мне очень нравится. Бейзл такой есть. Знаешь, хейзл? Хейзл, бейзл, да. Да, у меня есть энциклопедия, кто-то мне подарил, зная, что я как бы люблю это. Но я не особенно освоил это как из оленей какой-то моей вечной. Но я думаю, что ещё немного... И кроме того, я не очень любил пить одному, но сейчас связь здесь с тем, что просто считал как бы если я не пью с друзьями, то это как бы не считается. А сейчас, знаешь, из-за ковида, из-за локдауна, из-за прочего, как-то гораздо более расширились мои рамки поведенческие. Я могу налить себе стаканчик. Кроме того, проведёшь там полдня за компьютером, пишешь чё-то, а после этого хочется чуть расслабиться, налёшь себе полстаканчика. Да. Я хочу тебе сказать, в связи вот с этим соображением, у тебя есть зум и я. И если ты чувствуешь, что ты не можешь как бы, уже не можешь набираешь зум... Просто поставить там, набрать зум и, скажем, Борис Хургин немножко выпить. Да, и всё. А чего? Конечно. Ладно, будем так, будем держать на это курс. Может быть, так и Новый год привезём. Кстати, скоро Новый год. Легко. Да. Да, Новый год скоро. Ну что, мы плавно переходим к... Переходим, да. Борис, я сегодня досмотрел речь Витиленского в Конгрессе. Как и все люди, я не могу 30-минутное действие смотреть в один присест. Даже 30-минутное смотрел в два. Ну, конечно, я... Чувствуешь боль, которую испытывают наши фалаверы? Когда они смотрят наше выступление? И не могут смотреть до конца, потому что должны оторваться всё-таки на слуху. Нет, они не могут не смотреть. Им просто больно, но они понимают, что если они не до... то мы придём к ним. Да, мы придём к ним. Ваши щупальца. Эти щупальца их достанут, да. Фалаверов у нас, конечно, становится всё больше и больше. И, как говорят люди, у которых их совсем много, не забывайте присоединяться к нашему подкасту. Записывайтесь, нажмите сюда, клик, туда, клюк, и сюда, клюк, и вдруг, и вдруг. Борис, короче, я сегодня... Иди сюда. Да. А звук? А какой звук? Смотри. О! Он... С этим звуком тебе не обязательно нужны твои специальные эффекты. Ты просто два раза щёлкнешь по шее. Я хотел сказать... В правильном месте. Сэмплы делать из этих вот... В общем, неважно ещё. Стопки делать из этих людей. Я сегодня просто со слезами на глазах, потому что я человек сентиментальный, всё-таки... Это уже не молодость наступила. Я без слёз, конечно, не мог слушать речь Зеленского в Конгрессе, и совершеннейшее умиление у меня наступило, и приём 18 раз подряд, не подряд, а поочерёдно перебивалось его выступление овациями, то, что называется, аплодировали стоя, причём некоторые люди еле держались на ногах, а они, когда хлопали в ладоши, то они хлопали одной ладонью по рукоятке своей палочки или трости, которые держали в другое. Ну, просто пожилые люди в Конгрессе, в американском молодых не так много, хотя тоже есть. Но, конечно, Америка сильно стареет, правительство в колоссальнейшей противоположности электорату, которым 20, 25 и 30, то есть верхи какие-то, не знаю, 70-летние, а низы, условно говоря, 26-летние. В лучшем случае, 70-летние, да, в лучшем случае. Ну, речь совершенно потрясающая. Понятно, что спичрайтеры, понятно, что он молодец, что он всё-таки прочитался, у него английский, в отличие от нас, неродной. И это замечательно было. А кроме того, мне кажется, невероятно важно, помимо того, что все эти миллиарды уходят на помощь военную Украине и поддерживать инфраструктуру, которая страдает от неприятеля и так далее, и так далее, важно увидеть человека, который как бы является, ну, говоря по-рекламному, по-американски, poster boy. Во-первых, он человек года, как бы он абсолютно чётко идентифицируем в мидии американской и так далее. И он как бы знает, как себя вести. Существуют десятки суждений о том, должен был он быть всё-таки в костюме, при галстуке или вот этого полувоенная форма достаточно для того, чтобы подчеркнуть, что человек вчера был ещё на линии фронта в Ахмуте, а сегодня он 12 часов только в самолёте, был, а поезд же его ещё вёз до Польши, где он сел в этот самолёт, который, кстати, сопровождало два военных самолёта, один подсоединился, F какой-то подсоединился в районе Великобритании. Так что этот визит как бы был продуман, и он был абсолютно необходим, и он, ну, просто, то, что называется по-английски with flying colors, то есть на 5 с плюсом он всё это провёл, и на уровне месседжа, и на уровне контента, на уровне всего, и для Украины это невероятно важен был визит именно сейчас, такое у меня ощущение. Вот, это всё, что я могу сказать по какому-то тем больше не политологом, а зрителем. Ну да, я тоже как зритель могу присоединиться ко всему тому, что ты сказал, и я ещё вот что бы добавил. Мне кажется, на сегодняшний день в мире нету лидера, который бы мог сравниться с Зеленским по уровню харизмы и по уровню либо всеобщего восхищения, либо ненависти. Это человек, который вызывает неподдельные эмоции, потому что как бы отношение к Зеленскому. Я не буду говорить сейчас о том, как относятся к Зеленскому внутри Украины, потому что, ну понятно, кто-то голосовал за Порошенко, кто-то голосовал за Зеленского. Это две разные партии, и они очень часто относятся друг к другу, мягко говоря, недрюжелюбно. А до войны, я думаю, враждебно. Скептицизм был огромный по отношению к Зеленскому, но мне кажется, что он развеял этот скептицизм, и я думаю, что, по крайней мере, до окончания войны в Украине вопроса нету. Ну, в большинстве случаев нету вопроса о том, хорошо ли иметь президентом Зеленского, или это плохо, или это была ошибка. Опять-таки, люди, которые живут в Украине, могут иметь другое мнение и могут знать что-то, что нам не видно, но, мне кажется, самое главное, самое важное, то, что Зеленский блестяще выполняет роль представителя Украины. на таком очень большом, на самом, наверное, мощном форуме, потому что, что может быть более влиятельным, чем Американский Конгресс и Американский президент? Нету в мире более влиятельной силы. Абсолютно, да. Как бы там не хотелось странам 50-го мира принизить роль Америки в современном мире и говорить о том, что есть какой-то там мультиполярный мир, и все меняется, и завтра мы утонем, я имею в виду Америка, мы. Но это все чушь собачья вообще на самом деле. А не собачья чушь, это то, что мы видели во время выступления Зеленского в Конгрессе. Примечательно вот еще что. Вот этот лай, который, и вой, который поднимается по обе стороны пруда в России и здесь у нас здесь у нас есть такой Факер Карсон, или как вы, Факер или Сакер, как вы? Такер. Такер. Такер Карсон, значит, ну, а там вся пропагандистская рать. Пропагандистская рать меня не удивляет, я специально включил, у меня есть русская телевидение, кстати говоря, которую я давно не смотрел, но я... Ты смотришь, когда отключили много или почти все? Ты знаешь, я смотрю через сервис, который называется Картина ТВ, но я смотрю, то есть я использую Картина ТВ для того, чтобы смотреть украинские новости. Да. Но после выступления Зеленского я решил посмотреть на реакцию вот этих Соловьевых, Воробьевых, Скобеевых и прочих там... И прочих Симонян. И прочих Симонян, и Захаровых, и все такое. Ну, предсказуемая Клоунада, предсказуемый Вопль, Вой. В чем они смыкаются с Карсоном? Мне кажется, что Карсон на них работает. Ну, у меня тоже такое впечатление. Это тот самый милый Карлсон, который... Да, это тот человек, который в жопе пропеллер пашет. Это я хотел сказать. Да, он просто, может, этого не знает еще. Я не уверен, что он читал книгу о своем одной фамилии. Он сказал, что он был одет, президент Украины, как менеджер стрип-клуба. Да, ты знаешь... Лучшие мои друзья в 70-е работали менеджерами стрип-клуба в районе Тайм-Сквэр. Я должен сказать, что Зеленский намного элегантнее смотрелся в своей полувоенной форме, чем эти ребята. Они ходили в трениках. Ну, конечно. С вытянутыми коленами. Правильно? Вытянутыми коленями, потому что иногда к ним в офис приходили люди и стучали по этим коленям, выбивая деньги. Ну, конечно. А треники были Адидас или нет? Или как назывались? Адидас, конечно. Адидас и ботинки. Не кроссовки, а штаны спортивные и ботинки. Ботинки. Да. Это обычно, это унифор. Это мои друзья. Это фактически моя тусовка. Ну, вот. А ты думаешь, откуда американские писатели выходят? Я думаю... Из какого ссора? Вот из этого ссора. Оттуда, оттуда они все. Да. Слушай, вот что я хотел сказать. Знаешь, поразительное, поразительное, как сказать, одноголосие, что ли, есть такой термин? Унисон. Вот. Да. Монопенициарность. Да. Вот унисон. Унисон это же... Ну, в общем, короче, я начал заикаться от радости. Вот унисон этот меня поразил. Как Такер Карлсон, который вроде бы как американец, для него самое главное было, в чем одет президент Зеленский. Да. Это самое основное. И... Не к чему придрался, понимаешь. Да, и все, и то же самое мусолили в студии у Соловьева. И там, какой-то молодой человек, очень причёсанный в галстуке, в пиджаке, он с неподдельной ненавистью говорил о том, как позволил себе этот клоун оскорбить американский конгресс. Мы понимаем, мы не любим Америку. Но это... Оскорбились за нелюбимую страну. Да, 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 да. Карсону, конечно, есть много вопросов. Ну, вот это, вот это, вот это было примечательно, и это означает, что Зеленский сделал всё правильно. Да. Если эти люди как бы пытаются разогнаться вокруг стола и укусить себя за задницу от злости, то это означает, что дело пошло. Да, кроме того, помимо костюма, который является всё-таки, ну, как фэшн, это как бы является icing on a cake, это не сам кейк, а голоса в России раздаются именно возмущённые, что его визит, визит Зеленского в Америку ни коим образом не явился каким-то шагом к началу мирных переговоров. Да, 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 там в полный рост заговорили о мире. Да, вдруг, может быть, потому что украинский дрон был взбит вчера над городом Энгельсом в 400 километрах или милях от украинской границы, вот так вот и погибло три человека, никто не радуется жертвам, но тем не менее если Украина может доставать территорию России на таком расстоянии, значит, пора говорить о мире. Пора говорить о мире. Да, да, пора говорить о мире, и я, кстати, слышал эти же стоны вот вчера, когда изучал реакцию Вассермана у Соловьёва и ему подобных. Там непрерывно... Реакцию Вассермана именно вот эту положительную реакцию на сифилис? Да, я думаю, она положительная у него была. Да, вот, виртуальный такой. Кто-нибудь из наших современников ещё помнит, что такое реакция Вассермана? Ну, как людей, которые не забыли, что такое активная половая жизнь. Они есть, они есть. Есть такие люди, да, но их мало, да. Вот, и что я могу сказать? У меня созрел тост. Кстати говоря, я... Да. Это плагиат, я не придумал этот тост. Этот тост произнесла одна моя знакомая, Харьковчанка. Да. Я моментально через пять часов понял иронию этого тоста. Она сказала следующее. Долго не заняло у тебя? Давайте выпьем за наших любимых, и чтобы их... Нет, давайте выпьем за тех, кто нас любит, и чтобы их было как можно больше. Вот, что мне понравилось. Очень хороший вкус, на самом деле. Часов пять мне потребовалось для того, чтобы это переварить. Но я надеюсь, ты после того, как переварил, не пошел сразу домой? Я вообще домой не хожу. Куда? Молодец, молодец. Ну, в общем, за этих людей. Это прекрасно то, что присоединяюсь. Борис, ну, чтобы мы переходим плавно к Новому году, я имею в виду, что ты делал на Рождество? Фехтовал? Что ты будешь делать на Новый год? Фехтовать? Ты знаешь, я на Рождество не делал ровным счетом ничего. Я то же самое делаю на Ханку. Я надеюсь, на Кванзу ты хоть что-нибудь сделаешь? Кванзу? На Кванзу я спляшу ГПК, я думаю. Я надеюсь, тебе будет какая-нибудь соломенная юбочка. Обязательно. Она у меня есть уже. Я не показываю никому, но она есть. Что я делаю на Новый год? На Новый год я сижу дома, я буду его отмечать как-то так по-домашнему. И я собирался ехать в горы. Тут у нас есть большие высокие горы, но он, как говорится, в гору не пойдет. Я посмотрел... Особенно под Новый год. Да нет, мне просто... Люди, которые живут в этих горах, когда я поделился, вернее, не я, а женщина, с которой я собирался ехать, поделилась этими соображениями, на нее вытарочили глаза и задали вопрос в своем уме, товарищи. Ну, она им никакой не тварищ, конечно, по крайней мере, товарищ, товарищи и товарищи. И задала контру, а в чем дело? Ну, туда зимой вообще лучше не ездить, потому что при даже маломальском снеге закрываются дороги и все. И с одной стороны обрыв, а с другой стороны стена, и как бы это совсем небезопасно. Я услышал это, я посмотрел материал, связанный с этими местами и понял, что так и да. А место очень привлекательное, называется оно Хат Спрингс, Вирджиния. Хат Спрингс, Вирджиния. Там натуральные горячие источники и там какой-то сумасшедший совершенно резорт, который был построен в 1700. Вот примерно когда была битва при Ваксхау. То есть там все по-взрослому. Об этом мы говорим в нашей предыдущей передаче, кстати. Да-да-да. Если она не сподвигла вас присоединиться к нам, то я надеюсь, что сегодняшняя наша речь без границ не оставит вас равнодушными, и вы, конечно же, присоединитесь к нам и будете соответственно подписчиком номер 984 и 985. Да. Это у меня был такой рекламный ход, видишь, я как запустил. Отослал к истории нашей предыдущему. Это наш 9-й подкаст. Да, в общем, я решил, я даже помню, он, по-моему, номер 6 был у нас. Я решил, что я не буду рисковать жизнью и здоровьем. Ни своим, ни своей подруге. Да. Правильно. И ты знаешь? Все. И отказался от поездки. От поездки. Я провел Рождество сам непосредственно Christmas Eve, я не помню как, но Christmas Day я захотел, несмотря на то, что в моем микрорайоне его иначе как Brighton Beach не назовешь. Да, это идет репортаж по левую сторону от этой перегородки из Brighton Beach. Бруклин, вы видите? Я тот человек, который не стесняется говорить, что он живет на Брайтоне, не называя это Южным Бруклином, как некоторые, эфемистично. Я не из тех. Я живу на Брайтоне. You have a problem with that? Come over. I'll show you around. В хорошем смысле этого слова. Да, да, да. Я решил не покупать эту утку на Брайтоне, а разогнался и поехал в совершеннейшую холодрыгу в Chinatown. Это от меня в 45 минутах езды, в 50 с тренем, с обвеем. Я это сделал и добрался, и не знал куда, но как бы на каждом углу в Chinatown, конечно, вывешены эти 30 уток, 40 уток в витрине любого ресторана, но я не пошел в рестораны на канал, я как бы за кутки и прочее, где не 40 человек облепила прилавок, а 6. И мне эту утку за 36 американских баксов разрубили на куски, причем я смотрел в оба глаза, чтобы вдруг он не вытащил утиные кости откуда-то из-под прилавка и набросал их в коробку. Короче, две огромные коробки. Одну я уже умял в тот же день, другую, приготовив яблоки, как их называют, печеные яблоки, в духовке, не знал, сколько я, абсолютно новичок, в этом деле, где-то 30-35 минут, картофель и так далее, офигенно. Я думаю, то, что осталось после этих двух обедов, один был соло, другой с отцом, я думаю, нам хватит не только на Новый год, нам хватит на хорошие 3-4 обеда в первую неделю Нового года. Это одна утка. Одна утка. Ну, понятно, за 36 долларов можно купить недорогие кроссовки, но, с другой стороны, эти же кроссовки как следует не разогреешь, не приготовишь и не подашь. Ну, я с тобой не соглашусь. Ну, Чарли Чаплин в фильме «Золотая лихорадка» питался башмаками. И, пожалуйста, Голливуд. А наши соотечественники, солдаты, которых смыло в море, Зиганшин и еще кто-то, они варили ремни. Это было 50 лет. Ремни, да, любые кожные изделия очень хорошо подходят. Мы еще не дошли до этого. Я подумал, я в Чайна Таун, я там 13 человек вообще на всех этих улицах, у меня было очень много туристов. 25 декабря на минуточку и холод собачий. Я заглянул в соседний рыбный базарчик, купил там пару salmon steaks, креветки еще, пару какие-то разные. Ну, это, конечно, так хватит, да, на несколько дней. Я думал, и потом я подумал, блин, я же в квартале от Little Italy, так давай я уже прошвырнусь по кондитерским. И как там? Я пошвырнулся по кондитерским, пока мне все эти каноли собирали в коробку и прочие lobster tails, пирожные и Italian cheesecakes, я решил пару стаканчиков сангрии опрокинуть сангрии со льдом. Я говорю, вы знаете, на улице так прохладно, что, наверное, можно безо льда. Пока они все это готовили, я на ходу тяпнул два стаканчика сангрии, приехал домой в очень благодушном состоянии состоянии души, благодушное состояние души. Только писатель, могу так сказать. Короче, да, отоварился там, потому что, как бы, обычно я эти вылазки не делаю, а на самом деле в Chinatown можно купить маму и папу. А хочешь ли ты, Паша, узнать? Они будут китайцами. Ну, это да. Осторожно выбирайте маму и папу. Это хорошие родители. Они, знаешь, они строго воспитывают детей, они их бьют, но дети становятся очень потом успешными. Так что нормально все. Совершенно верно. А хочешь ли ты узнать, где можно нахрюкаться сангрии совершенно бесплатно? Очень хочу, на самом деле. Хорошо, я тогда тебе... Ты мне черкнешь? Я тебе расскажу вслух. Это не только тебе. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Давай. Французский ресторан под названием Tuva Bien. Так. Знаешь о таком? Я знаю, как это перевести с французского. Да. Я тоже. Это переводится так же, Je ne mange pas si jour. До этого. Мадам Месье, Je ne mange pas si jour. Tuva Bien. Tuva Bien. Tuva Bien, Mache. Tuva Bien. Все будет хорошо. Дармир. Tuva Bien, Mache. Это он обращается к еврею. Mache. Tuva Bien. Папье Mache. Папье Mache. Это двойная фамилия такая. Да. Да. В ресторанбуре. Этот ресторан на Весаде, он находится на 58-й, по-моему. Ну, надо посмотреть. Надо. Ногами я дойду туда. А так, чтобы в качестве GPS-а, ну, никак. Я даже снял шляпу перед этой важной информацией. И там наливают. Там сангрии, пожалуйста, бесплатно. Но при этом надо сначала поесть. И ресторан маленький очень. Там... Ты заходишь, тебя просто наливают в стакан сангрии? ты выходишь, когда тебе наливают. Выходишь. А уже выходишь. То есть, ты должен там оставить какое-то количество денежных знаков. Да. И там, и там, этот метр дотель, да, или как он там называется. Да. Он чисто вылитый Жан Морре. А. Просто вот один в один. Я не знаю, как у него остальные вещи. Но это вот, это да. Ты имеешь в виду Жан Морре или Жан Габен? Жан Морре. То есть, Фантомас? Да. Я надеюсь, он не отпугивает клиента в маске. Нет, он так, он благообразно, он, знаешь. Я обязательно там побываю. На высоте были прекрасные ресторанчики. Мы с папой, с мамой любили ресторанчик под названием Anglers and Writers. Все-таки тот райончик, конечно же, писательский. Там молодняк всех 80-х годов окопался. Люди, которые представляют из себя вот таких американскую волну писательскую 80-х. Я не буду перечитать фамилии. Захламлять эфир. Но как бы то ни было, ресторанчик назывался Anglers and Writers. То есть, это рыбаки по-старому и писатели. Он закрылся, конечно, как многое закрывается. Но там давали такие супы, там давали такие рагу. И он небольшой, конечно, как все хорошие рестораны. И это было что-то потрясающее на Хадсон. Я надеюсь, что-то еще осталось из этой культуры, поскольку столько всего позакрывалось из-за ковида. Люди просто не могли выйти. Я надеюсь, Тувабьен жив. Тувабьен – это ресторан, в который подают деревенскую французскую кухню. Она очень простая. Да. Тебе там в самом начале приносят паштет какой-то там свиной. Ты его съедаешь, ты уже больше не можешь ничего есть, но ты продолжаешь есть. О, потрясающее. То есть, она реально простая. Там самая замысловатая это может быть там эскоргот. Ну, эскоргот, слушай, там в Нью-Йорке эскоргот – это... Если ваш холестерол позволяет вам шесть этих съесть... Конечно. Конечно. шесть улиток, так вы в хорошей форме. Ну, ты осьминога съешь одного там, и все, двоих. И в конце... Они происходят, можно говорить, до скончания... Слушай, просто чтобы мы не удалялись далеко, но в конце что происходит? То есть, для меня это был сюрприз. Я не знал, мне же никто не рассказывал. Ты счастливый человек, потому что ты будешь предвкушать... Обладать твоей информацией. Если они по какой-то причине этого не сделают, значит, ты имеешь полное право их судить. А я не знал этого. Вот у нас там была компания, там, человек пять или шесть. Да. Нет, шесть, четное количество было. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. Такое. И в конце ужина, когда мы уже собирались уходить, вот этот Жан-Маре, он не просто вынес Сангрию, он вынес... Знаешь, такой чан есть практически вот, который используют для приготовления пищи в армии. Да. 50 литров. На 50 солдат. Да. Он вынес вот такой вот чан этой Сангрии. Черпак. Да. Идея такая, ты пьешь сколько ты хочешь. Вообще. То есть ты просто вот ты хочешь этот чан выпить, пей. Да. Все. Потрясающе. Ну, Сангрию они, конечно, делали сами. И... Ну, все, вот так замечательно. Весь... Все стены увешаны фотографиями с автографами знаменитостей французской, которые были там. А там были и Мире Матье, и Даледа, и Жан-Маре, и вот эта известная певица, которая звучала в кинофильме «17 мгновений весны», и пастор Шлаг сказал, это кошмар, но это останется в веках. Понимаешь? Это здесь Пиаф, что ли? Да, она. Ну, вот. Боря, я не знаю насчет Пиаф, но в тот вечер, когда там была Мире Митье, я бы не отказался где-то сидеть, сидеть в барах и потягивать Сангрию. А вот, вот. Так что, так что место хорошее. И очень непримечательно и непритязательно такой полуподвальчик. Будьте любили, но в Нью-Йорке много такого. Ой, в Нью-Йорке много такого. С одной стороны, да, я выбрал сегодня в греческий ресторан, причем в Парк Слоу. Это было потрясающе. Я не буду об этом говорить, но это было потрясающе. Это было в понедельник вторник бутылки за пол цены и еда такая. Ах, не могу, не могу об этом говорить, хотя бы потому, что минут 40 назад закончил обед. Боря, я должен взять немного воды, прежде чем я зачисляю свое произведение, а ты пока развлекай наших уважаемых зрителей. Покажи им пару карточных фокусов, которые, кстати, ты мне научил в прошлый раз. А я поставлю просто. Фокус будет такой, называется Pose Recording. А, хорошо. Через минуту со стаканом воды я перед вами. Да, да. Ваше здоровье, пью газированную воду, хотя воду не пьют за здоровье. Я просто не могу больше токилы пить, извините меня, я в эфире, какой-то профессионализм должен быть? Нет. Ответ жесткий. Нет. Помимо того, что я подкастю здесь на благо будущего, я еще писательствовал в свое время, продолжающаяся. Роман написал, называется «В 500 веселом эшелоне». Если кому-то дико понравится, я вышлю бесплатно PDF, а лучшему нашему комментатору я вышлю целую книжку с подписью. Мы с Борей скинемся и купим ее. Ее нужно выкупить у издателя, прежде чем она станет моей, а потом уже и вашей. И там молодые люди, и Россия, Америка, много Америки. 70-е годы. Недавно перечитывал то, что обо мне писала российская критика. Достаточно вдумчивой критики. Мне повезло с ними, но один писал, что прокол этого романа в том, что автор не знаком с языком 90-х и так далее. В основном есть сленг 60-х, 80-х. И в этом фиаско этого романа сказал этот полудурок. И я не могу сказать уебок в эфире. Нет, Паша, ты не можешь сказать. Слово уебок в эфире нельзя говорить. Нельзя говорить? Хорошо. Тогда полудурок. Понятно, что если человек уехал из России в 77-м году, то какой у него будет сленг 90-х? Типа он будет перетирать по факту? Типа он будет что? По ходу. Ты не сказал слово по ходу. По ходу, по факту. В этом удивительное совпадение, что в этой главе молодые люди встречают Новый Год. Но он не в 2023-м, как он у нас с вами, на носу, а в 76-й или 77-й, каким он был у нас, каким он был у нас на носу лет 40 назад, наверное. Время летит, Боря, что не говори, время летит. Глава 14-е, в которой наши герои встречают Новый Год, Илюша Нежинский, это персонажи первую любовь, папа Хэм, это еще один персонаж, будущую жену, а Родька Голиков, своего будущего, убийцу. Ой, значит, какая-то интрига. Начинается текст. Прошлым летом, после концерта, Дина Рида не оставляла надежды завладеть вниманием праздничного стола веснущатый толстяк с полуприкрытыми веками, которого все звали папа Хэм, хотя настоящего его имя было Серега Криворучка, я проник за кулисы зеленого театра, всучил менту трешку, причем легко могли повязать. Хэм, так мы Новый год с твоим Ридом просрем, бросил Андрей Фазамахер и попросил Родю передать на его край стола московскую. Не боись, в Америку свалить успеешь, дважды предатель народа, буркнул папа Хэм. Так вот, постучался в уборную Дина Рида и попросил у него автограф. Ну, реакции, кроме вопроса Андрея, почему дважды не последовало. Родя что-то шептал на ухо Светочке рыжеволосой девушке в юбке с лепестками. Раздался двойной звонок в дверь и, спросила Светочка, вскакивая из-за стола, дал, не дал, дал, мало того, самодовольно улыбнулся папа Хэм, подписал гитару, врешь, сказал Родя, с собой инструмент захватил, на английском спросил Родя, на Парагамайском состыл папа Хэм, а на каком же? Он же же американец. Я слышал, он в ГДР живет, сказал Илюша, такой Элвис для стран Варшавского договора. Ну и что с того? Родной у него все равно английский. А что он написал, ты разобрал хоть? И хитно спросил Андрей, ты же в английском, не Копенгаген. Перевели, сказал папа Хэм, не переживай, дорогой. В коридоре раздался смех и Светочка втолкнула новую гостю в комнату, одновременно вырывая у нее из рук дубленку и торт Наполеон домашнего приготовления. Знакомьтесь, кто не знает, сказала Светочка, моя подруга Альбина, для тебя привезли, для тебя привели, шепнул Родина так козел, чтоб всем слышно было. Пока Илюша возился с Оливье, которым от перенапряжения успел заляпать новую рубашку с синими божьими коровками по желтому полю, Альбину уже подсаживали к нему. Альбина оказалась рослой девушкой с высокой грудью и обнаженными покатыми плечами. Ее каштановые волосы были пострижены в стиле сосун, а зазор между голеничными кремовых сапог и мини-юбкой из синего бархата завораживал. И впрямь Снегурка решил быстро теряющий трезвость мысли Илюша и хотел было пригласить красавицу на мельный танец, но опоздал. Под нечто сиропистое в исполнении Демиса Русоса ее уже прижимал к себе шустряк-казамахер. До Нового Года оставалось всего ничего. Ну что, дети мои, быстренько наполним бокалы и проводим старый год по-людски, воскликнул Андрей Фазамахер, отрываясь от девушки. Старшим в компании был папа Хэм, но функции тамады взял на себя Андрей. Потому что кто знает, где нам предстоит провести год грядущий, да, тонко улыбнулся Родя, вынимая язык изо рта, разомлевшего у него на коленях Светочки. Ну почему же, отозвалась Альбина. Я знаю. Где же, спросил Родя, прикуривая свечи. Нельзя, дурак. Суеверная Светочка стукнула его по руке, да так сильно, что он выронил сигарету. Плохая примета. Сама дура полез за сигаретой под стол Родя. В анатомичке, ответила Альбина. Не лежа, надеюсь, сказал Фазамахер. Вы так еще молоды и хороши собой, вставил Родя, вынимая, выныривая из-под стола и снова усаживая Светочку к себе на колени. Зачем лежа? Сделал неуклюжий реверанс Альбина и направил их к столу за бокалом. Стоя, в медучилище поступаю. За старый год поднял бокал Илюша, что все хорошее, что было в нем и все такое, а все плохое и так далее. Коротко и ясно, сказал Родя, уткнувшись Светочкину шею. Правда, непонятно кому. Стали чокаться. Я тоже знаю, что буду делать в наступающем, сказал Родя, сушив бокал. Например, спросила Альбина, жить пожевать, язву желудка нажевать. У нас в Новосибирском строительном с питанием хреново. Котлеты попадают до смешного мало мяса. Я в Америку еду, сказал Андрей Фазамахер. Например. Ты как-то с вызовом говоришь это, заметил Родя. Гордишься? Как иначе, хмыкнул Андрей. Без вызова же не выпустят. Вот все валят, а я не хаваю, вмешался в беседу папа Хэм. И там все полный оттаз и уровень жизни заебись. Почему всю дорогу грустно этому чуваку, ну, который над пропастью воржи? И почему застрелился Хемингоэй? Ружье чистил, кумир твой, бродатый, ответил Андрей. Писали же. Лучше бы он сапоги чистил, вставила Светочка. А ты, парень, именно веришь в тему, что пишут, сказал папа Хэм. Несчастный случай, отозвался Илюша. Ага, нашли подцов верить, лез на рожон папа Хэм. Тема не для Нового Года, сказала Альбина. А шо для Нового Года тема? Девушка, спросил папа Хэм. У бабушки покойной, помню, маленький чернобурый телевизор был. Неожиданно засисюкала Светочка, разряжая обстановку. А бабушка покойная, из него цветное делала народными средствами. Пленку на экран натягивала трехцветную, и эта же пленка изоблажение увеличивала. Я маленькая была, но я все-все помню. Как сейчас? Такой гандон для телехридачей и близоруконьких, а? Предположил Родя. Дубина, нежно сказала Светочка. Меж тем, телекуранты на Спасской башне вызванивали мелодию, в которой угадывался гимн Союзу Советских Социалистических Республик. Значит, не зря старик, часовщик, полвека назад парился. С Новым Годом, товагище! А теперь почему-то Картава заорала и запрыгала перебравшая Светочка, заглушая гостей и диктора Балашова, после чего она вырубила последнего и вырубила «Band on the Run» Пола Маккарни. «Вот это уже ближе к телу», сказал Родя и запрыгал, норовя ухватить Светочку за пышный и тоже прыгающий бюст. «Дурак! Не твое! Не мацый!» отбивалась она гагача. «Дело времени!» не сдавался Родя. «Музыка там херовая!» сказал Папа Хэм, наворачивая Оливье. «Я уже не говорю, что населяют Америку люди с пёсьими головами!» «Пиздёж!» отозвался Илюша. «У меня дед только оттуда!» «И что твой дед?» оживился Папа Хэм. «И ничего, мой дед!» сообразил Илюша, что толстяка он видит впервые и осторожность в беседе не помешает. «Музыка там не такая херовая, но в Англии, конечно, лучше!» «Дед твой именно торчит на хэви-метал?» «Шуткуешь, хлопец?» «Нет, он привёз» «Нет, но он привёз для брата диски Кридон, Саймон и Гарфанкл клёвые!» Тем временем Родя увлёк Светочку на диван и в угол комнаты, где он решил сосредоточиться на лифчике-хозяйке. Совладав после нескольких фальстартов застёжкой, он был приятно удивлён открывшейся его взору перспективе и принялся лизать соски девушки, большие, как глаза даже не первой, а второй собаки, стерегущей огниво в одноимённой сказке Ганса-Христиана-Андерсона. Но как только раздухарившийся Родя, изловчившись, направил руку под Светочкину юбку, она одёрнула кавалера. «По ушам захотел? По ушам у меня и получишь! Легко!» И Родя, не до конца понимая, фигура ли это речи, или Светочка правда была готова с ним сотеять новогоднюю потасовку, решил оставить поиски огниво хозяйки до следующего раза. Я, наверное, здесь прервусь, хотя до конца, может быть, две минуты. Продолжай, Паша, продолжай. Нет, не прерывайся. Окей. «Дед месяц гостил в Америке, осторожно прижимая Альбину в танцы, рассказывал Илюша. Летел через Москву, остановился в России, возвращается в номер, а там дядечка в штатском наблюдает, как на Красной площади маршала Ерёменко хоронят. В бинокль народа тьма, серый день. Этажные с горничной вбегают в мыль, извиняются, предупредить не успели. И это деда напрягло. Особенно после Америки. Из гостиницы-то на Красную площадь сто окон выходит. Это что ж, в каждом окне ГБшник с биноклем сидит? Может, поэтому в русском нет слова «прайваси», потому что понятия нет такого, потому что в любой момент могут войти в номер без стука, и не только в номер, и не только войти, и не только без стука. Подхватила Альбина, едва заметно кивнув в сторону папы Хэма и добавила шёпотом, ещё в русском нет слова «пэттинг». А это что такое? Спросил Илюша. Альбина объяснила и проиллюстрировала подмедленную танцу «Let me roll it». «My heart is like a wheel», надрывался Маккартни с переменным успехом, подражая Ленону периоды «scream therapy» и продолжила на кухне, а затем с веточки на испальне. И для Илюши приоткрылся смысл не только непереводимого на русский пэттинга и идиоматического полфёдора на целого, по словам Альбины, мог претендовать только её будущий муж, но и другие таинства, о существовании которых до новогодней ночи Илюша имел лишь самое смутное представление троеточие и кода. «Как ты думаешь, она, блядь, или раскрепощённая женщина?» спрашивал он у Роди через несколько дней, «Смотря куда?» отвечал Роди «Если в рот берёт, значит, блядь, а если пальцами в пизду разрешает?» «Раскрепощённая?» «Да ну тебя!» обиделся Илюша, тебе бы всё смехуёчки да пиздохахоньки, а ты вместо дебильных загадок взял бы и пригласил девушку в кино на кинокомедию «Невероятные приключения итальянцев в России» совместно италосоветского производства с Андреем Мироновым главной ролей посоветовал Роди и присовокупил загадочное «Система отсчёта от нуля» и присовокупил загадочное «Всё зависит от системы отсчёта от нуля» уехал в Новосибирск навстречу сопротивлению материалов и котлетам, в которых не ночевало мясо. Так Илюша стал встречаться с раскрепощённой Альбиной Комщик. Это конец главы. Вот так отмечали 76-й год матушке Украине. Я уверен, что Боря сейчас включил спецэффект аплодисментов. Это не я, это наши слушатели. Это наши многочисленные? Я решил занудить наших слушателей, но уж больно новогодний эпизод всплыл в памяти народной. Ты знаешь, Паш, я озадачен одним вопросом. Чего там в 90-е у них было такого, что ты не использовал в своём рассказе? В том-то и дело. По-моему, там лексика не на пол Фёдора, а на целого Фёдора. Да, дело в том, что просто опять-таки человек, который написал эту, как он назвал это? Рецензию, да? Рецензию. Да, то есть человек, который думал, что он написал рецензию, он просто не обратил внимания на то, о ком было вот это повествование. Они-то у меня в 70-х находятся, а не в 90-х. Во-первых, они в 70-х. Во-вторых, это люди, которые не как бы участвуют в движении. Это они жужжащие. Это ненормальные пацаны, у которых там свой язык и своя лексика, и некоторых из которых свободно владеют феней, а некоторые изучили её со своим другом. Это студенты школьники. Это студенты, да, и всё. И вот это... Знаешь, вот то, что ты сейчас прочитал, я читал твой книг, кстати говоря, начало до конца, и то, что ты сейчас прочитал, это просто вызвало у меня такие галлюцинации на самом деле. В смысле из прошлого? Ну, конечно. То есть это всё, это же так, это и всё и было. Это описано реальность, и это, я так понимаю, что это из твоего, ну, в какой-то степени личного опыта. Ну, может быть... Нет, слушай, ты... По ушам, по ушам девочка на Новый год мне точно сказала. Ну вот, да. Как курсница, ты хочешь по ушам получить? Я понимаю, теперь проект прошло не без малого сорок трех, а может быть, с тем большим, я понимаю, что уши – это эвфемизм. Конечно. Когда говорят по ушам, имеется в виду по яйцам. Я правильно говорю? Ты знаешь, лучше, лучше, лучше по ушам. Лучше не пытаться проверить на практике, потому что кто-то из марксистских философов сказал, что как там истина, это что-то познаётся, практика, критерии, истина, истина, критерия. Истина познаётся в вене. Ну, что-то... Истина в вене, говорили древние. Херню какую-то. Веритес. Херню какую-то. Ну что, мы будем, на самом деле, время у нас перевалило за полночь. И, наверное, на один день ближе мы к Новому году. И, может быть, с ним поздравим наших слушателей. Да, мы поздравим. Надеемся на встречу в Новом году, и что он будет, во-первых, победным, во-вторых, здоровым, во-вторых, здоровым, в-третьем, счастливым, насколько это возможно. Да. Я надеюсь, что всё это так и будет. Мы выйдем со следующим подкастом уже в 2023 году. Да. Это с ума сойти можно. С Рождества Христова. То есть, если бы этот парень продолжал жить, а он живёт, ему было бы ровно 2023 года. Я бы хотел... А нет, ему было 2023 плюс 33. Да, да, да. Он взрослый уже мужик. Совсем. Знаешь, я перед тем, как мы попрощаемся, я бы хотел всё-таки не забыть о нашей маленькой рубрике и Леонор Беляев. Да. Да? Я бы хотел посоветовать, во-первых, если говорить о литературе, я бы посоветовал всем прочесть от корки до корки роман «Пятьсот в весёлом эшелоне». «Живущим на Украине высылай пидеев по первому зову». Да, это бесплатно. Прекрасная совершенно, прекрасная совершенно книга, которая... «Пухоленческая». Да, те люди, которые жили в то время, они испытают такое блаженное чувство путешествия во времени. А те люди, которые не жили, для себя откроют очень много и, возможно, поймут, кто мы такие. Мне кажется, Паша, самое главное в том, что ты сделал в этой книге, это ты, понимаешь, не сюжет, не фабула, это то, что ты открыл дух времени и ты рассказал о том, кто мы. Вот наше поколение, которое было циничным, которое не верило никакой официальной пропаганде, которое понимало, что будущего у него нет на самом деле, которое стремилось к свободе и которое, к сожалению, не осуществило вот эту мечту о свободе в большинстве своём. К сожалению. К сожалению. Те, которые уехали, мы с тобой, нам повезло, нам проще. А то, что вот эта война страшная, которая идёт, это результат того, что вот это поколение просрало свою жизнь. Да. И мне непонятно, как люди, которые росли в то же самое время со мной, которые подавляющее большинство понимало, что нам канифолят мозги, что всё враньё и что всё херня, как люди повелись на эту же херню вот теперь. Повелись, голосовали, повелись. Вот это моя литературная рецензия на твою книгу, если так можно сказать. И тебе большое спасибо. Тебе большое спасибо. А теперь, продолжаю, продолжаю. Элеонор Беляев, это рубрика. Я, Элеонор Беляев, подмышки, правда, у меня не мокрые. Опять-таки, вы следите за нашими подкастами, потому что вот это вы не поймёте, если мы не будем говорить почему. Боря, а ты помнишь, было такое общество чистых тарелок, а почему не создать общество мокрых подмышек? Ну, это уже святое. Это уже... Да. Итак, Элеонор Беляев. Я ушёл, а Беляев вернулся. Элеонор. Есть несколько книг, которые я хотел бы посоветовать тем, которые интересуются, тем людям, которые интересуются истории религии, наверное, да? А потом мы пожелаем ещё раз в Новом Годе, мы как бы и уйдём, тихо, в освояси. Первая книга – это Айзек Азимов. Айзек Азимов написал очень интересную книжку, которая называется «Путеводитель по Библии». «Путеводитель по Библии». А, я знаю. В ней много интересного материала, и меня, что в ней привлекает, это его такое беспристрастное отношение к материалу. Он не уступает в роли завзятого атеиста, но вместе с тем, и я не слышу такой религиозности фанатичной в этой книге. То есть она достаточно беспристрастная. Он говорит в большей степени вот об истории и о событиях, как он это видит. Это книга номер один. Далее есть книга Томас Кехилл, такой писатель. У меня перевод на русский язык. Называется «Холмы Иерусалима». Она тоже на эту тему и очень интересная книга. Но самая интересная книга, на мой взгляд, и завораживающая, это Бережковский. Наш любимый муж Гиппиус. Ага. «Тайна Запада», «Атлантида Европа». У него ещё есть «Иисус неизвестный» книга. И вот это то, что то, что здесь. Ну, он такая мистическая книга, конечно, но она очень интересная. Она читается просто вот залпом и но я её просто советую. Также советую ещё одну книгу. Это аудиокнига. Она, если вы не знакомы с текстом Евангелия, она его популярна, не совсем традиционно, она его пересказывает. Эта аудиокнига называется так. «Jesus Christ Superstar». «Jesus Christ Superstar», да. Это музыкальная книга? Это музыкальная книга, аудиокнига. К ней прилагается текст. Эта книга — это лучший учебник английского языка. Я говорю без натяжки, без всякой. Я по этой книге учил язык. И мне это очень помогло, когда я приехал в эту страну. Ты сразу вступил в Кеннеди аэропорту и сказал «I dreamed I met a Galilean, the most amazing man». Нет, я не так сказал. «My mind is clear now». «At least all too well I can see where we will soon be». Боря, если бы действительно ты тогда видел, где мы будем, тогда, может быть, все было бы иначе. Да. Ну, в общем, и далее я пропел о плотниках, деревьях и столах и всем таком. «It's just them». Мы должны больше петь на нашем подкасте, я считаю. И мы будем петь. Да. Я, кстати, ходил на представление «Jesus Christ Superstars» здесь, в Шарлотте, это было потрясающе. Серьезно? Недавно? Да. Постановка, которая была очень близка к оригинальной версии с Гилланом. покрал и все. Это потрясающе было, реально. И они вот эти 39 ударов, они обыграли так, но как можно обыграть 39 ударов на сцене, в театре, да? Ты что-то возьмешь, хлыст, ты будешь, значит, колбасить главного героя. Ну, хотя можно ради искусства, искусство же требует жертв, как нам известно. Да, в известном смысле. Знаешь, что они сделали? Они раздали участникам хора конфетти и роль хлыста исполняли вот эти конфетти. А прожектор высвечивал и вот... Они хлопали, что ли, в ловушке? Нет, 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 в руке просто были вот эти конфетти, и вот человек рукой имитил удар хлыста, вылетает, вылетает вот эти конфетти, а в прожекторе это как вот, ты знаешь, это было настолько мощно. Я, честно говоря, я вот эту композицию, когда доходит до вот этого места, мне тяжело ее слушать вообще. Я вот, я очень эмоционально это воспринимаю, мне очень тяжело слушать вот эти 39 ударов. Да, очень тяжело. И они на сцене сделали это потрясающе. А концовка была, я думаю, они взяли идею Булгакова. Закончилось с тем, что на сцене в таком полумраке, вернее, полная темнота, а потом из полумрака высвечивает прожектор фигуры Христа и Иуды. И они сидят как бы рядом. То есть, это явно такая... И беседуют. Да, это явно такой отсыл к Богу. Он не заслужил, такое заслужил личный покой. Ну вот так. Так что вот... Горя, я Мережковского с удовольствием прочитаю, Азимова, мне кажется, я читал в какие-то годы ранние. И у него очень много аннотаций. У него есть аннотация греческих мифов. Да-да-да-да. У него есть аннотация каких-то вершин поэзии мировой. И так он был в семи пяди во лбу. Да, это был чувак именно из украинского местечка. Да, да, вот такие местечковые украинцы, так они себя ведут. Так они двигают фантастику. Ну что, еще раз поздравим всех с Новым годом. С наступающим, друзья. Мы с тобой еще увидимся, услышимся и даже хряпнем, наверное, 50 грамм за это событие. Очень надеюсь. А все остальные, все остальные, ну не забудьте отпраздновать и... И подписывайтесь на нас. Это один щелчок пальца, а радость-то какая. Да. И помолимся за Украину, кто как может. Слава Украине. Слава Украине, героям слава. Всего доброго. Да, счастливо. Наступающим. Наступающим. Пока.